Добрый день! Меня зовут Любовь, и я рада приветствовать вас на своем канале, где мы с вами беседуем о детских книгах и играх, а также о книгах для родителей. На моем канале достаточно давно не было именно книжных видео, в основном про игры, и меня даже в комментариях спрашивали, когда же будет наконец-то видео про книги. И вот оно, прямо сейчас вы его смотрите. Мы давно с вами не беседовали о новинках детских книг от разных издательств, и поэтому, наконец-то, сегодня я вам расскажу, что нового, интересного, классного появилось на рынке за последние месяцы. Все книги, про которые я расскажу сегодня, подходят детям приблизительно от года с небольшим до 3-4 лет, плюс-минус. Понятно, что все это индивидуально и зависит от конкретного ребенка. Первая книга называется «Детектив Крот» издательство «Самокат». Она подойдет совсем маленьким детям приблизительно от полутора лет, плюс-минус, и будет интересно в 2-2,5-3 года, это точно. Там мало текста, приятные иллюстрации, на которых можно найти какие-то мелочи, поискать что-то интересное. Здесь рассказывается про крота Оскара, и он шеф-повар, но в душе он прирожденный сыщик. Он умеет подмечать разные мелочи и точно знает, что подходит для роли сыщика, но пока у него еще не было возможности убедиться, хорош он в этом деле или не очень. Но тут внезапно пропала белка, и Крот Оскар понимает, это его шанс доказать всем, что он замечательный сыщик. Мне кажется, эта книга подойдет для самых маленьких детей в качестве первого детектива. Он простой, непритязательный, и в то же время это будет первое знакомство с этим жанром. Следующая книга также вышла в издательстве Самокат. Называется она «Баю-бай», автор Виктория Спирягином. Возраст, которого можно начинать считать, это год с небольшим, но она будет интересна и детям постарше, потому что тут забавный сюжет. Все, наверное, знают эту присказку, что когда не можешь заснуть, то нужно считать овец. Раз овечка, два овечки, иногда она еще прыгает через забор или еще что-то делает. И здесь все основано на этом сюжете. Но что будет, если вдруг овечки начали драться с волками, бегать, прыгать и заниматься чем-то веселым, не тем, что нужно для засыпания? И вот именно об этом расскажет данная книга. А также, конечно, читатели узнают, кто победит – волки или овцы. Вы за кого? Пишите, пожалуйста, в комментариях. И еще одна книга от издательства Самокат. Называется она «Где же вы?». И здесь, кроме интересного сюжета, хороших иллюстраций, есть еще глубокий смысл. Поэтому она подойдет как маленьким детям, так и постарше, потому что с детьми постарше можно уже поговорить на более важные темы. Здесь рассказывается про маленького львенка, царя зверей. Но ему стало скучно. Что же сделать? Как же себя развеселить? Он придумал поиграть в прятки. И все-все звери спрячутся в разных уголках царства, а львенку, вместе с читателем, кстати, нужно будет их всех найти. И, наверное, все найдутся. А может быть и нет. Потому что в данной книге автор расскажет про тех животных, которые исчезают с лица земли, тех, которые могут скоро исчезнуть. Это очень важный вопрос, который тоже нужно обсуждать с детьми. И, честно говоря, я не знаю вообще ни одной детской книги на эту тему. Поэтому мне кажется, что это просто прекрасный вариант, если вы хотите обсудить с детьми проблему исчезания видов, исчезания видов разных животных, проблемы экологии, а также просто почитать интересную книгу. Следующая книга от издательства «Миф» Ман Иванов Фербер. Называется она «Сказки братьев Гримм». Но это не те сказки, к которым вы привыкли. Точнее, те, но в другой форме. Потому что книга – это Вимельбух. Вимельбух представляется бы на каждом развороте большие иллюстрации с огромным количеством деталей. Там всегда можно найти что-то интересное, следить за персонажами, что они делают, как они передвигаются. Это все очень интересно. Это невероятно нравится маленьким детям, взрослым, в общем, людям любого возраста. Данный Вимельбух посвящен именно сказкам братьев Гримм. Здесь их шесть. Также есть какие-то задания на логику, внимательность, воображение. И есть краткий пересказ сказок. Это для того, наверное, чтобы взрослые помнили, про что идет там речь. Мне кажется, это отличный вариант для детей и одного года, и двух лет, и трех лет, и четырех лет, и пяти лет. В общем, на разный возраст. В любом случае, всегда тут найдется что смотреть, что искать, что рассматривать, какие истории сочинять. Я знаю, что давно вам уже обещала видео про Вимельбухи. Я думаю, что в этом году оно будет. Но когда именно, не скажу, потому что планы у меня большие. У меня сейчас в очереди, наверное, около 25 видео. Конечно же, все сразу я снять не могу, и приходится выбирать. Следующие три книжки являются воспитательными сказками для самых маленьких детей. Вышли они в издательстве АСТ, редакция Вилли Винки. Это книги «Мишутка. Старший брат», «Сладких снов. Мишутка» и «Мишутка идет в детский сад». Все эти книги подойдут детям приблизительно с возраста полутора-двух лет. В сказке «Мишутка. Старший брат» рассказывается про Мишутку, который сначала посадил какое-то зернышко, зернышко подсолнуха. И мама в этот же день сказала ему, что скоро у него будет брат. И когда вырастет подсолнух, брат родится. Мне, во-первых, очень нравится ассоциация. То есть, как растет растение, так и растет и брат Мишутки в животе у мамы. Это интересно. Я, честно говоря, даже не видела такого. Есть много книг на похожие темы, но здесь интересное решение. Глянула сейчас описание книги, я немного ошиблась. Это Мишутка станет старшим братом и родится у него сестренка. В книге «Сладких снов. Мишутка» рассказывается про то, как Мишутка засыпает. Он надевает пижаму, чистит зубы. Но в этот вечер вместо мамы его будет укладывать тетя Люси. И вроде бы все хорошо, вроде бы все как обычно, но Мишутка не может заснуть. Его что-то беспокоит. Мне кажется, это хороший вариант книги перед сном для маленьких детей. И еще одна книга про Мишутку. Мишутка идет в детский сад. Здесь рассказывается про то, как он с мамой опаздывает в детский сад. И считает, что это потому, что он слишком долго завтракал. Но на самом деле там есть что-то еще. Тоже хороший вариант для детей, которые собираются узнать, что такое детский сад. Либо им предстоит в будущем. Это предстоит почти всем детям. Поэтому, как вариант подготовительной работы перед детским садом, я думаю, эта книга будет хороша. Кстати, забыла еще ответить, что во всей серии очень приятные иллюстрации. Они в таком немножко олдскульном стиле. Мне не очень понравились. Следующая книга называется «Цып-цып-цып-цыплята. Веселые истории для малышей». Вышла она в издательстве Махаон, издательская группа Азбука Аттикус. В этой книге собраны маленькие сказочные рассказы про цыплят и про то, что они постоянно придумывают и здесь, и там, как в какие истории попадают. И в первую очередь, конечно же, эта книга о дружбе. О дружбе, о взаимопомощи, взаимовыручке и о разных приключениях друзей. Из особенностей книги хочется обратить внимание на то, что текста здесь очень мало, но иллюстрации подробные. Фактически, они выглядят как такой немного упрощенный вимельбух, потому что здесь множество персонажей, множество героев. Каждый что-то делает, и можно проследить, листая книгу, что делает каждый персонаж. Может быть, не каждый, этого я уже вам точно не скажу, но, как минимум, многие. Мне, кстати, эта книга немного напомнила «14 лесных мышей». Кстати, у меня есть отдельный обзор на эту серию книг. Она просто потрясающая. И здесь приблизительно то же самое. То есть, тоже есть большая компания из большого количества персонажей, в данном случае цыплят. И они что-то делают. Текста мало, но действий много. Поэтому, мне кажется, если вам нравятся «14 лесных мышей», то эта книга тоже подойдет. Да, и, конечно же, кроме «11 цыплят», здесь есть множество других персонажей, за которыми также интересно наблюдать. Следующие несколько книг от издательства «Нигма», которые я просто обожаю, потому что у них что ни книга, то шедевр, на который невозможно ни любоваться, ни смотреть. И буквально все книги издательства «Нигма» мне хочется иметь у себя дома, но, к сожалению, это невозможно. Начнем с книги под названием «Пожарная машина. Огонек». Она подойдет детям где-то с полутора, с двух лет, около того. Текста здесь немного. Тут рассказывается про пожарную машину, которая всем хочет помочь. Она может, она умеет. Но куда бы она ни приехала, то огонь слишком большой она не справится, то слишком высоко у нее нету лестницы, то еще что-то. Старается, старается пожарная машина по имени Огонек, но никто не хочет дать ей работы, никто не верит в ее силы. Но все-таки, конечно же, в конце книги для огонька найдется работа, и она всех спасет. Из особенностей книги хочется обратить внимание на то, что, во-первых, здесь очень простой, четкий, понятный маленьким детям текст. Нету сложных слов. Вот именно то, что поймут дети, именно так хорошо с ними разговаривать, когда они еще плохо говорят, но уже понимают речь. Вторая особенность состоит в том, что часть текста это проза, а есть еще стихотворения. Они чем-то между собой похожие, очень ритмичные, и тоже идеально подойдут для маленьких детей. И я думаю, что когда они подрастут, если эту книгу купить в младшем возрасте, то потом дети подрастут, и если она им будет нравиться, то можно выучить эти стихотворения. Хотя, скорее всего, они сами запомнят, потому что те книги, которые мы читали с моим сыном очень часто, он помнит буквально чуть ли не дословно. А еще здесь есть такие слова, как дзинь-дзинь, бах и тому подобное. Это всегда нравится маленьким детям, и детям постарше. Моему сыну в 4 года это тоже нравится, поэтому дзинь-дзинь-бах-бах для любого возраста. Еще одна книга про машинки от издательства Enigma, и так жаль, что они вышли именно сейчас, когда мой сын уже перерос, такое маленькое количество текста. Для него это будет слишком просто. Но если бы эта книга была выпущена раньше, я бы однозначно ее взяла. Называется она «Скупер и дампер». Это две машины, которые работают вместе. Одна это трактор с ковшом, вторая это грузовик. Они друг другу помогают, одна машина грузит, другая груз отвозит. Но в один день грузовик попал в беду, а на улице плохая погода, снег. И вторая машина хочет помочь, но ей страшно. И я думаю, что все равно она пересилит себя, она побежит, поедет на помощь и спасет своего друга. Поэтому в первую очередь эта книга не про машинки, а про дружбу. Следующая книга, про которую я расскажу, вышла в издательском доме Мещерякова. Называется она «Как Хрюша клад нашел». Здесь содержатся две истории про маленького поросенка Хрюшу. Первую историю мы увидим, как Хрюша понял, что дружба – это настоящий клад. А во второй истории понаблюдаем, как Хрюша решил помогать соседям, но в результате натворил очень много бед. Здесь много иллюстраций. Они красочные, симпатичные и выполнены в таком немного ретро-стиле. Сейчас редко так рисуют. Но, тем не менее, они очень приятные, с такими немного пастельными оттенками. И в то же время на них очень приятно смотреть. Также здесь мало текста, поэтому, как и предыдущие книги, это подойдет детям где-то с полутора-двух лет. Следующие несколько книг про маму Му. Первая называется «Мама Му в бассейне». И здесь рассказывается про то, как неугомонная корова пошла в бассейн. Конечно же, Кракс увязался за ней, но с ним всегда все непросто. В данном случае он боится воды. И я думаю, что это будет тоже очень интересная, классная история. Мой сын любит маму Му и раньше любил, и сейчас любит. Поэтому я думаю, что буду покупать эту книгу. И еще одна новая книга про маму Му называется «Как мама Му и Кракс познакомились». Она вышла и написана позже, чем предыдущие, но это предыстория. Что с ними было в начале, как они встретились, и почему они стали друзьями, как завязалась их дружба. Вот эту книгу на русском языке я не буду покупать, потому что я ее себе уже купила на белорусском. Я к маму Му с устрела к румкачам. Она очень классная, мне понравилась. И меня радует, что серия про маму Му и, кстати, про Финдуса выходит на белорусском языке. Поэтому, если вы из Беларуси и хотите приобщить своих детей именно к белорусскому языку, то я вам очень сильно рекомендую издательство Коска. У меня будут обязательно в будущем обзоры и на всю серию про маму Му, и про всю серию про Финдусу. И я там расскажу и про русский перевод, и про белорусский перевод. В каких-то случаях сравню, но сразу вам могу сказать, что оба варианта прекрасны. Мне нравится и русскоязычная версия, и белорусско-моуная. И, кстати, на белорусском языке есть еще одна мама Му, которой нету на русском. Это мама Му на горце. Ну, либо на русском языке мама Му на горке. Поэтому, если вы живете в Беларуси, то можете приобрести такой вариант. Это тоже очень интересная, классная книга. Мне все про маму Му нравятся. Они все очень замечательные, с прекрасными иллюстрациями Свена Нуртквиста. И, наверное, из всех серий книг, которые у нас есть, это одна из лучших и из любимых. Да, есть и другие потрясающие, те же 14 лесных мышей, Финдус и Пэтсон. И другие, про которые я пока не рассказывала, но обязательно расскажу. Но мама Му – это просто любовь. И где-то с двух лет мой сын читает. Мы с ним читаем даже, наверное, раньше двух лет мы начинали. И постепенно я докупала новые и новые книги. И до сих пор ему интересно. Да, наверное, для его возраста, для четырех лет это уже маловато текста. Но ему нравится. Это один из любимых персонажей. Поэтому почему бы и нет? Следующая книга вышла в издательстве «Энос книга». Называется она «Ларси и его друзья. Большая книга для маленького медвежонка». У нас было две книги про медвежонка. Они очень интересные, очень добрые, хорошие. Вот именно правильные сказки для маленьких детей. Но это только две книги. А это целый сборник. Здесь целых 10 историй про маленького медвежонка. И думаю, что я, скорее всего, его приобрету для своего сына. А те две книги продам. Потому что зачем их держать, если можно взять один большой сборник. Тем более истории добрые, хорошие. Да, опять же, может быть, для четырех лет можно было бы и побольше текста. Но мне кажется, можно читать разные книги. Там, где много текста и там, где поменьше. Потому что здесь, например, очень красивые и приятные иллюстрации. Главный персонаж книги – маленький медвежонок по имени Ларси. Он познает мир и постоянно узнает что-то новое, что-то интересное. И, конечно же, читать или знакомиться с разными животными, с разными местами вместе с медвежонком. Далее идут две книги от издательства «Нигма» от одного и того же автора – Вулларда. Первая называется «Осень гусенка». Гусенок ходит по лесу, естественно, осенью, это же осень гусенка, и думает, что же ему делать. Потому что у него в душе возникает какое-то ощущение, что что-то надо делать, к чему-то стремиться. Но он не может понять, что ему надо сделать. Он идет по лесу и встречает разных животных. Медведя, бобров, белок и других. И каждый говорит, что он будет делать сейчас, осенью. Но гусенок пытается, у него ничего не получается. Но, в конце концов, конечно же, он найдет других гусей, других птиц и полетит вместе с ними на юг. В этой книге, во-первых, можно познакомиться с ребенком, что такое осень, что осенью делают разные звери и птицы, чем осень отличается от других времен года. А также, конечно, это просто добрая, приятная история с прекрасными, великолепными иллюстрациями. И вторая книга того же автора, вышедшая в том же издательстве «Нигма», называется «Весна медвежонка». Здесь приблизительно такая же история, но она происходит весной и с медвежонком. Он проснулся в берлоге один, родился, судя по всему, зимой. Вышел и не знают, что делать, что происходит. Все звери, которых он встречает, начинают говорить про весну и будут говорить, что он будет делать. А медвежонок тоже не знает, что ему делать. Но, конечно же, в конце концов, все закончится очень хорошо, как и во всех детских сказках. Следующие четыре книги также вышли в издательстве «Нигма». Они рассказывают про брусучка, который живет в лесу, у него множество друзей, и он постоянно кому-то помогает, всем, кому требуется помощь, всем поможет. Здесь есть сюжеты, которые немного похожи на другие книги. Например, два из них мне напомнили книгу, которая вышла в издательстве «Мелик Пашаев» про сторожа Вилли. Но две другие на более оригинальные темы, которые гораздо реже встречаются в детской литературе. Первая книга называется «Борсучок и большой шар». Здесь рассказывается про то, как борсучок и его друзья находили какие-то странные детали. Корзинку, большой кусок ткани. И думали, что бы с ними сделать, как бы их приспособить. Но, может быть, кто-то их потерял. Может быть, они кому-то нужны. Да, так и оказалось. Они нашли чьи-то вещи и поняли, что это был большой воздушный шар. А также помогли еще одному животному, которое попало в беду. В общем, это хорошая, замечательная, добрая детская книга про дружбу. Следующая книга называется «Борсучок и большая птица». Она, во-первых, напоминает немного книгу Марианны Дюбюк «Лев и птичка», потому что там тоже история про то, как птичка повредила крыло и не может улететь на юг. С Борсучком то же самое. Правда, здесь три птички, но повредила крыло всего одна. А еще мне она напомнила немного Мулемека, потому что Мулемек постоянно что-то строит, что-то конструирует. И в этой книге Борсучок построил самолет. И именно на этом самолете он помог птице добраться туда, куда ей было нужно. И так же, как и в книге «Лев и птичка», птицы улетят, но когда зима закончится, они вернутся и снова встретятся с Борсучком. Следующая книга называется «Борсучок и большая буря». Здесь рассказывается про то, как Борсучок шел по лесу, но внезапно наступила гроза, буря. Он спрятался в доме у своих друзей. Всю ночь была непогода, а когда утром они вышли, оказалось, что большой дуб, где был дом Борсучка, поломан. Где теперь ему жить, неизвестно. Но, конечно же, все закончится хорошо. Кстати, эта книга тоже мне напомнила книгу о стороже Вилли, потому что один из рассказов тоже повествует о буре, но там повредился не дом сторожа Вилли, а там повредились дома других животных. Здесь все немного наоборот, но тоже очень похоже. Следующая книга называется «Борсучок и большая засуха». И вот такого сюжета, честно говоря, я не видела в детских книгах. Здесь рассказывается про то, как началась очень теплая, жаркая погода, и все водоемы пересохли. Воды почти не осталось. Нечего пить, не в чем стирать одежду. Лягушки погибают без воды. Что делать? Конечно же, Борсучок идет на помощь. И все закончится хорошо. Дождь пройдет, и засуха прекратится. Мне очень понравились книги про Борсучка. Они очень добрые и милые. Здесь мало текста, поэтому они подойдут самым маленьким детям. С полутора, с двух лет, около того. И старше, до трех лет точно ваш ребенок будет с удовольствием их читать. Мне кажется, это потрясающая серия. Честно говоря, я не знаю. Четыре книги – это все, что есть, или будут потом еще выходить. Но в любом случае, если бы моему сыну сейчас было меньше, раза в два, я бы однозначно их себе приобрела. Следующие три книги вышли в издательстве Добрая книга. Я на самом деле мало как-то на канале говорю про это издательство, но на самом деле там есть просто потрясающие книги. Там такие иллюстрации, они, когда их открываешь, они просто завораживают, и невозможно от них оторваться. И тексты там хорошие тоже. В достаточно большом количестве книг издательства Добрая книга художник-иллюстратор – это Даниэла Дрешер. Или Дрешер, честно говоря, не знаю, куда ударение правильно. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях под видео. У нее вышло три новых книги. Здесь она выступает и автором, и иллюстратором. Каждая книга посвящена какому-то мифическому существу. Летим в страну эльфов. Понятно, здесь про эльфов. Окунемся в мир русалок. Здесь про русалок. И идем в царство гномов. Здесь про гномов. Каждая книга – это большое длинное стихотворение с невероятными, великолепными иллюстрациями. Текст хороший, мне понравился. Я эти книги себе уже приобрела. И думаю, в каком-нибудь из будущих видео подробнее расскажу и про издательство Добрая книга, и про то, какие книги у них выходят. И про Даниэлу Дрешер. Или Дрешер, не знаю. Я погуглю на эту тему, и в следующем видео, когда буду про нее рассказывать, буду уже точно знать. В общем, все книги просто невероятной красоты. И если они вам нравятся так же, как и мне, то, конечно же, я их вам рекомендую. Следующая книга вышла в издательстве «Самокат». Называется она «Лисенок лютер и весенний сад». На сайте издательства написано, что она где-то 4 лет, но мне кажется, что с 2-2,5 она будет вполне понятна ребенку. А если он что-то не поймет, то можно будет объяснить и постарше. В любом случае, я считаю, что многие книги можно давать раньше, чем их рекомендуют на сайтах издательств. И тогда этих книг хватит на дольше, потому что в каждом возрасте ребенок будет открывать в них что-то новое. Здесь рассказывается про лисенка, который внезапно весной увидел снег. Как мы видим по иллюстрациям, это не снег, это цветы. И мы потом узнаем вместе с лисенком, что ничего страшного не произошло. Зима весной не наступила. Это просто цветы. Это их лепестки срывает ветер и покрывает поле. Кстати, могу сказать, что тема очень актуальная и действительно может удивить ребенка. Потому что я помню, что в этом году, когда цвела вишня, мой сын спрашивал меня, мама, смотри, снег пошел. А я смотрю в окно, это не снег, это вишня за окном. И данное произведение как раз-таки рассказывает про этот феномен, про то, что происходит весной, как это выглядит. И знакомит ребенка с таким временем года, как весна. И, кстати, насколько я понимаю, это не единственная книга про лисенка. Их больше, это целая серия книг. И, возможно, издательство «Самокат» в будущем будет переводить и другие. Также на сайте написано, что в Америке, в США, издано более 200 тысяч копий книг про лисенка, про этого лисенка. Поэтому эта известная серия, она нравится в других странах. И вот, наконец-то, она пришла к нам. Следующая книга также вышла в издательстве «Самокат». Называется она «История о маленьком дядечке». И по количеству текста она подойдет где-то с 2-2,5 лет. Но, судя по началу, по тем отрывкам, которые я прочитала, по тексту, по содержанию она чуть-чуть постарше, где-то с 2,5-3 лет. Здесь рассказывается про дядечку, который ходит по улице. Он добродушный, он со всеми здоровается. Но почему-то на него плохо реагирует, ставит подножки. Никто не хочет с ним общаться и дружить. И по ночам этот дядечка приходит домой и рыдает в подушку. Но однажды он все-таки встретил настоящего друга. Это была собака. Я не знаю, чем книга закончится. Мне, кстати, интересно, будет ли раскрыта тема не только дружбы с собакой, но и общения с другими людьми. Почему они так и к нему относятся? Что он им сделал не так? Почему они такие грубые? И, конечно же, даже если об этом не будет говориться, все равно, если читать эту книгу, нужно обязательно обговаривать эту тему и рассказывать ребенку, что не надо так плохо относиться к другим людям, не надо ставить им подножки и делать гадости. Это некрасиво. И это обижает, расстраивает других людей. И, насколько я вижу, несмотря на то, что эта книга подходит для детей, она все-таки с немного таким философским подтекстом. Поэтому она может понравиться детям как более младшего возраста, так и некоторым чуть постаршим. Следующая книга вышла в издательстве Энос Книга. Называется она «Ой, кто такой?». Здесь рассказывается про маленького паучка, который в один прекрасный день или вечер, или полдень, не знаю точно, но прибило его внезапно к берегу реки. И он не знает, кто он такой. Он идет со всеми знакомиться, всех спрашивает. Ему говорят, что он паучок. Он наконец-то осознает себя. И думаю, что в конце концов он должен найти либо каких-то родственников, либо друзей. В общем, кого-то он найдет. Судя по отрывку, который я увидела, скорее всего, он найдет друзей. Вряд ли он найдет такого же паучка, как и он. И, кстати, здесь очень много разных насекомых и паукообразных. Так что, во-первых, это познакомит ребенка с данной темой, а во-вторых, возможно, немного избавит от страха насекомых и пауков. Здесь паучок изображен очень миленьким, очень добрым. У него такие прекрасные глаза. В общем, он тут классный. И, кстати, здесь присутствует, судя по ознакомительному отрывку, как минимум два других вида пауков. Это крестоносец и какой-то более хищный, более быстрый. Кстати, я даже не знаю больше ни одной книги, где присутствуют разные виды паукообразных. Обычно насекомые есть, какой-то один паук есть. Но чтобы был паук такой, паук сякой, паук третий, такого я еще не видела. Следующая книга вышла в издательстве Нигма. И называется она «Что творится в обувнице». Здесь рассказывается про маленькую обувницу, которая стоит в узкой прихожей. И в ней живут мама туфли. Папа-ботинок и близняшки-сандалии. Очень интересная идея. Это как будто бы маленькие зарисовки, маленькие рассказы из жизни детей и их родителей. Но немножко в другом антураже, потому что в роли людей выступает обувь. И я еще такого не видела. Это очень интересно, очень необычно. И я прочитала ознакомительные отрывки. Мне понравились сюжеты, классные. Поэтому для маленьких детей где-то от двух-двух с половиной лет, наверное, скорее двух с половиной лет, я думаю, это будет интересная книга. Еще одна потрясающая книга от издательства Нигма называется «Клубок в рыжую крапинку». Здесь рассказывается про то, как в одном магазине жило было большое количество клубков. Среди них каждый хотел кем-то стать. Из кого-то свяжут варежки, из кого-то свитер. В общем, все себе что-то напридумывали. И только один маленький клубок в рыжую крапинку не знает, кем ему быть. Он не может придумать, для чего пригодится. Он даже попадает в какую-то корзину для самых дешевых клубков. Потом эту корзину выставили на улицу, чтобы выкинуть. Но все не так просто. Он не хотел быть выкинутым, не хотел отправиться в мусорное ведро. Поэтому отправился путешествовать. Помог по дороге людям. Помог по дороге людям. А в конце концов, его нашла женщина. Смотала, потому что во время своих приключений он размотался по всему городу. И связала из него или варежки, или носки. В общем, что-то связала. Поэтому у клубка в результате все хорошо. И последняя книга на сегодня, но не последняя на значимости. Потому что из всех сегодняшних она в моем топе. Мне она очень понравилась. И я думаю, что я ее себе приобрету в будущем. Называется она «Маленький красный автобус». Также вышла в издательстве «Нигма». Во-первых, здесь просто потрясающе красивые иллюстрации. Они такие подробные, такие необычные. В общем, когда их разглядываешь, получаешь настоящее эстетическое удовольствие. Во-вторых, мне понравилась тема. Здесь рассказывается про город, город, в котором происходит экскурсия. Есть четыре человека. Лиза, Эмма, Лукас и Бенни. И их ждет по-настоящему невероятно захватывающий день. Они отправляются на экскурсию. И поедут на маленьком красном автобусе. И он проведет их в разных местах. И на вокзале, и на рынке, и в кафе. А потом они поедут... А потом этот автобус превратится в корабль. Под ним появится воздушная подушка, и он поплывет. А потом он станет как вертолет и полетит вверх. Высоко-высоко, далеко-далеко. А еще здесь постоянно им попадается какой-то дракон. И с ним не так просто. В конце книги они узнают, что же это за дракон. И существуют ли драконы на самом деле. Во время путешествия с персонажами этой книги можно узнать множество всего интересного. Это очень классная книга. Мне очень понравилась идея. И я думаю, что она понравится большинству детей. По возрасту, мне кажется, где-то с двух с половиной-трех лет она будет идеальным. А еще хочу отметить, что книга нарисована фактически как в Емельбух. Здесь множество персонажей, множество деталей. У всех очень живая мимика. Все куда-то идут. И сразу понятно, что у них в голове, о чем они думают. Поэтому книгу крайне приятно рассматривать. На этом у меня сегодня все. Я заканчиваю рассказ про новинки детских книг от разных издательств. Я подготовила для вас еще один список. Там будут книги для детей немного постарше. Где-то от двух, трех, четырех лет. Около того. Данное второе видео тоже выйдет в ближайшее время. Поэтому, если вы еще по какой-то причине не подписались на мой канал, то обязательно это сделайте. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Для меня это очень важно. Когда я вижу ваш отклик, у меня появляется гораздо больше мотивации снимать для вас все больше и больше интересных, классных видео. Огромная благодарность всем, кто был со мной в течение этого видео. И до новых встреч. Новое видео будет уже скоро. А пока вы его ждете, а я точно знаю, что вы его ждете, читайте хорошие книги.